Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу про 5 моих каналов на YouTube, которые я смотрю, которые меня вдохновляют, которые для меня лично являются источниками полезной информации. Возможно, для вас это тоже будет интересно. Итак, первый канал, который я смотрю, это канал Оскара Хартмана, предпринимателя. Мне нравится его предпринимательский дух, мне нравится, что у него контент разный. Где-то он про мотивацию, где-то он про бизнес. У него есть рубрика Let's It Day. В этой рубрике он анализирует западные бизнесы, которые стали миллиардными, успешные стартапы. Он анализирует, о чем эти бизнесы, про что, почему они возникли, в чем суть этих бизнесов. Очень классная рубрика, потому что из нее можно подчеркнуть идеи для своего стартапа. Понимается, что Оскар не уходит в такое гурствование, поэтому у него нет особого пафоса, который иногда появляется на бизнес-каналах. Он делится своим личным опытом, и у него он такой достаточно сдержанный и сбалансированный. Есть бизнес, есть мотивация и есть реальная прикладная информация, например, вот по рубрикам Let's It Day. Поэтому Оскар меня вдохновляет и такое конструктивное русло меня направляет, и мне нравится его канал. Второй канал, который я смотрю, канал Максима Чернова. Канал о маркетинге, об инструментах продвижения, о монетизации Ютуба, Инстаграма, об инструментах, о нетворкинге. Мне импонирует Максим, потому что он, наверное, как и я, он из корпоративной среды. В нем чувствуется вот такая база, которая всегда у человека присутствует, если он работал в крупной системной компании. Поэтому у него контент без воды, по сути, без пафоса. У него эта информация представлена в самом конструктивном виде, поэтому тоже рекомендую канал Максима Чернова. Мне нравится канал Ирины Хакамады. Хакамада, я думаю, все знают этого человека. У нее канал, конечно, больше про баланс, больше про гармонию, такие вот какие-то глубокие мировоззренческие темы. Когда я зацикливаюсь на какой-либо теме или что-то меня выводит из состояния равновесия, я смотрю ее видео, и они меня приводят в состояние баланса. Очень мудрый контент, который тоже необходим, о том вообще, как все происходит. И мне нравится ее подход, в котором она ищет путь. И вот ее тема идти всегда по тому пути, который вдохновляет, в котором есть энергия, в котором есть ее собственный интерес. Вот мне кажется, что этот подход весьма вдохновляет. И если удается тоже найти для себя этот путь, в котором есть энергия, исследовать ему, это очень классно. Поэтому Ирина Хакамада вдохновляющий контент, мотивирующий контент, вот я его смотрю. Смотрю канал Романа Тарасенко, кстати, это человек, который делает видео для Ирины Хакамада. Если вы видели ее видео, голос за кадром, который задает вопрос, это как раз Роман Тарасенко. Роман Тарасенко маркетолог, у него есть компания, он тоже занимается маркетингом. И мне нравится, что у него такой исследовательский подход к маркетингу. Он рассматривает все какие-то аспекты бизнеса, аспекты жизни. Берет интервью со специалистами с абсолютно разных сфер. И мне импонирует такой исследовательский подход, потому что те люди, которые занимаются маркетингом, очень часто уходят все-таки в инструментарии, в такую немножко нудную подачу. И не всегда интересно смотреть их каналы. А какой канал мне нравится еще? Мне нравится канал Максима Темченко. Максим Темченко, ученик Роберта Киосаки. У него канал о финансах, поэтому я тоже его смотрю. Потому что одно дело зарабатывать деньги, разбираться в бизнесе, а другое дело уметь работать с финансами. Это вообще отдельная сфера жизни. Бывает так, что в этой сфере провалы. И что бы мы ни делали в бизнесе, мы просто не можем сохранить свои деньги, мы не можем их приумножить. Поэтому у Максима как раз контент о том, как сохранять капитал, как экономить, как увеличивать капитал, как инвестировать капитал, как вообще навести порядок в своих финансах. Поэтому рекомендую его канал. Мне это очень заходит и мне это очень нравится. Поэтому вот эти пять каналов я смотрю. Если вам интересно, заходите. Я ссылочки оставлю в своем видео.